Привет! Недавно мне поступил вопрос от подписчика о том, что я не люблю в раскрасках антистресс. Я подумала, что будет достаточно интересно ответить на него, потому что эти ответы, эти факторы, они действительно влияют на мой выбор, когда я принимаю решение о том, хочу я или нет добавить какую-то раскраску в свою коллекцию. Конечно, все мы индивидуальны и кому-то упоминаемые мной моменты могут нравиться, но для меня они существенно уменьшают мою любовь к раскраске. И пункт номер один, я не очень люблю клейные корешки, особенно когда они сочетаются с наличием перфорации в раскраске. Для меня удивительно, что очень многие считают перфорацию плюсом. Я даже видела на Амазоне многие отзывы, снижают рейтинг раскраски, если там нет перфорации. Мне всегда казалось, что пусть лучше странички в книге будут надежно закреплены, а если мне хочется что-то удалить, я спокойно сделаю это ножом. Например, моя любимейшая раскраска, раскраска о Париже, моя самая первая, она дышит наладом, потому что в ней перфорация достаточно сильная, и странички, даже после перелистывания, они рискуют выпасть. А тем более раскраска двухсторонняя, и я все время боюсь, что какая-то часть картины будет потеряна. Кроме того, что она отделилась от обложки, но это полбеды, там я могу подклеить. Но вот если странички будут выпадать, это будет совсем беда. И я бы, наверное, раскрашивала ее гораздо чаще, если бы не вот эта проблема с перфорацией. Подклеивать скотчем, который потом через некоторое время будет отставать, я тоже как-то не очень хочу эти странички. Поэтому для меня наличие перфорации в раскраске, это далеко не плюс, это скорее минус. Поэтому я всегда подчеркиваю, если перфорации нет, то в своих обзорах я преподношу это как плюс. Следующее, конечно же, я не люблю очень тонкую бумагу. К примеру, как в раскраске от Селины Феник, когда мы с легкостью можем увидеть очертания и толстые черные линии картинок, которые следующие идут за той картинкой, которую я раскрашиваю. Понятно, что, чтобы избежать этого, я могу подложить чистый листик бумаги, но все равно, меня раздражает настолько тонкая бумага. Мне кажется, что не так уж экономически невыгодно напечатать раскраску на более толстой бумаге, чтобы избежать этого эффекта. Я делаю исключение, покупая такие раскраски, только если я безумно влюблена в стиль автора, как это происходит с Селиной. Также я не люблю тонкую мягкую бумагу с непонятной поверхностью. Например, вот в раскраске Барбары Ланца есть очень красивые дизайны, но я до сих пор не могу понять, какие же карандаши способны перекрыть эту бумагу так, чтобы белые точки были не видны и не нужно было втирать блендером. Она действительно очень мягкая. И одно дело, если здесь есть дизайны очень детализированные, где заполнен весь фон и нужно закрашивать только маленькие детальки. Такие рисунки я буду в ней раскрашивать, здесь это не столь проблематично. Но если есть картинка, в которой большой пустой фон вокруг изображения, а оставлять фон пустым я совершенно не люблю, а бумага не позволяет использовать ни акварель, ни неоколоры, ни, наверное, даже акрил, то, конечно, такие картинки я раскрашивать не буду. И если таких картинок большинство, напечатанных еще и на тонкой бумаге, то это однозначно будет минусом в моем мнении о раскраске. И очень жаль, опять же, что изумительные по красоте дизайны могут страдать из-за качества бумаги. Также я совершенно не поклонник серых раскрасок. Да, многие из серых иллюстраций, раскрашенные, выглядят достаточно профессионально. Они позволяют новичкам сразу же достичь хороших результатов. Но я не испытываю абсолютно никакого интереса, когда для меня уже проработаны все тени, намечены все контрасты. А если еще и фон уже заполнен, вот как в этой раскраске, какие-то разводы акварельные, то, на мой взгляд, конечная иллюстрация смотрится грязно. В ней отсутствуют светлые участки, яркие цвета. Я пробовала работать в ней разными материалами. И карандашами, и кроющими, типа гуаши и акрила. Мне не нравится, и поэтому серых раскрасок, очень сильно серых в моей коллекции нет. Я принимаю, только есть легкий намек на тени. Следующий минус, который я иногда подмечаю в своих книгах, это если в раскрасках присутствуют развороты, и часть картинки уходит в переплет. То есть книга сделана не очень аккуратно, и левая и правая части страниц могут быть не особо хорошо совмещены друг с другом, или же просто корешок настолько плотный, что невозможно достичь центра картинки и каким-то образом прокрасить это изображение. Но это нужно сделать, потому что это действительно цельная картинка, и раскрасить слева и справа, и оставить несокрашенную область в центре, будет выглядеть не здорово. Вот, немного этим отличается раскраска от Дарьи Сонг, хотя я обожаю ее дизайны, но на некоторых страничках добраться до центра изображений, особенно если они очень детализированные, бывает проблематично. И еще эта проблема становится еще хуже, если в раскраске не сшитый корешок, по крайней мере здесь я не боюсь нажимать на корешок изо всей силы, пытаясь карандашом долезть в центр, а если бы раскраска была еще и склеена, то она бы просто развалилась. Поэтому лучше бы художники оставляли какое-то белое пространство вдоль корешка, чтобы можно было же самостоятельно как-то соединить левую и правую части иллюстраций. Так что печать разворотов – это дело тонкое, и не всем оно удается. Следующее, я не люблю, когда авторы включают в раскраски так называемые странички-заполнители или же какие-то размноженные цифровым способом элементы. Бывает часто, что в раскраске часть изображений хорошая, а на части страничек автора просто решил отдохнуть или же заполнил их какими-то бессмысленными узорами, которые практически не связаны с основным сюжетом книги. И я не знаю, кому придет в голову, кому вообще будет интересно раскрашивать подобные дизайны. Просто автор не хотел работать над этим разворотом, но хотел увеличить толщину книги. И второй пример. В этой книжке есть ужаснейший разворот с тучками, который меня просто бесит. Эти тучки цифровым способом скопированы, что превращает сразу же раскраску взрослую в раскраску абсолютно какую-то детскую и примитивную. Я, кстати, раскрасила здесь одну картинку, где были точно такие же тучки на фоне. Это был портрет Инига Монтоя. И там я, по-моему, 3 или 4 слоя акриловой краски плотно намазывала, чтобы эти идиотские тучки скрыть. Я не знаю, зачем это сделано. Мне кажется, лучше оставить фон незаполненным или нарисовать одну тучку, хотя я тоже этого не люблю. В таких изображениях, как тучи, лучше не иметь плотных черных контуров. Лучше бы колорист самостоятельно потренировался в создании тучек. Поэтому для меня вот такое неуважение автора раскраски к своим зрителям сразу же это большой минус. И, скорее всего, такие раскраски, если я вижу это в обзорах, я их не буду добавлять в свою коллекцию. Также я не люблю, если в раскраске очень много страниц, где присутствует какое-то небольшое изображение на совершенно пустом фоне. Если таких страниц в раскраске много, то я тоже не буду ее приобретать и добавлять в свою коллекцию. Вот такую страничку, как эта русалка, я определенно не буду раскрашивать. Прекрасно, что в книжке Деннис Клетт есть множество очень детализированных иллюстраций. И, конечно, их я обожаю раскрашивать. Но думать о том, как заполнить вот этот фон, даже несмотря на то, что здесь можно работать разными материалами, меня совершенно это не вдохновляет. Поэтому такое построение рисунка – это минус, на мой взгляд. Ну и, конечно же, вечный вопрос черных линий. Вопрос, который, я думаю, постепенно, с тем, как колорист растет в своем мастерстве, становится все более и более актуальным. Все больше хочется маскировать эти черные линии. Но иногда их бывает такое количество, и они бывают совершенно излишними. Например, я собираюсь раскрашивать сейчас страничку с русалкой. И я думаю не о том, как подобрать цвета для этой иллюстрации. Я думаю о том, какие материалы использовать, чтобы скрыть эти черные линии. Я понимаю, что они должны изображать из себя волны. Но вместо вот этих, множества этих черных линий, например, здесь, я бы предпочла какой-то камушек на переднем плане, может быть, с еще одной птичкой. Может быть, сзади лучше бы художница дорисовала остров или пальмы. То есть, немного поработала бы, сделав это изображение более интересным. А так, для меня эти черные линии, они только отвлекают внимание от русалки, от этих мелких птичек. И они скорее мой враг. Я постоянно думаю, как от них избавиться. Ну и, конечно, знаменитая раскраска Шерлок. Вот эта картинка, где огромное количество лишних черных линий, они просто явно брали кадр и трансформировали его в это изображение. Ну, ладно, когда все эти черные линии идут по лицу и по фигуре Мэри, которую я не люблю. Но когда я смотрю на следующую картинку, на иллюстрацию с изображением Грега Лейстрада, который один из моих любимых персонажей в сериале, который исключительно привлекательный мужчина. И когда я вижу все эти линии и пятна на его лице, на носу, на руках, я просто не представляю, как это можно аккуратно замаскировать, вместе с этим раскрасить его. И, наверное, вот эти излишние черные линии, это одна из причин того, почему я до сих пор не раскрашиваю эту книгу. Ну и последний, мой личный какой-то отталкивающий момент, этот я очень не люблю, когда в раскрасках есть растения, которые растут из животных или людей, чем грешит, конечно же, наша любимая Ханна Карсон. Для меня это довольно неприятное зрелище. Если могу я это исправить, я стараюсь. К примеру, недавно я исправляла картинку с кроликами, и там теперь цветочки у меня растут позади. Но когда все эти цветы растут из пальцев, для меня выглядит это совершенно отвратительно. Несмотря на то, что сама девушка здесь красивая, мне нравится ее прическа, но рука с этими цветами полностью отталкивает меня от этого изображения. И поэтому тут у меня скорее мысли, простите, о том, что это не девушка, а какой-то разложившийся труп. И уже начинают прорастать так цветочки, и нужно раскрашивать в таком слегка готичненьком стиле. И уж точно эти картинки я вряд ли буду раскрашивать. И хорошо, что у Ханны есть множество других прекраснейших иллюстраций, где вот таких отталкивающих моментов не присутствует. Поэтому, если можно, я их исправляю, а нет, я стараюсь вообще пропускать эти развороты, и они определенно никогда не будут у меня раскрашены. Меня совершенно не раздражают ни татуировки, ни цепи, ни пирсинг, а вот эти странные растения, грибы из живых существ. Это совершенно отталкивающий для меня момент. Вот такие 9 факторов, которые мне не нравятся, я нашла. Я не люблю это видеть в своих раскрасках, но слава богу, что у меня такая огромная коллекция, что я могу красить книги и картинки, в которых нет этих раздражающих элементов еще долго и долго. Спасибо вам за просмотр! И можете поделиться в комментариях тем, что вас раздражает, что вам не нравится в раскрасках антистресс. Может быть, даже авторы когда-нибудь к нам прислушаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!